Здравствуйте! Сегодня я представляю доклад оценка по спутниковым данным взаимосвязи между процессами, происходящими в Каспийском море. Каспийское море, как известно, это внутреннее море, и его принято разделять на три субрегиона по своим географическим, климатическим и другим свойствам. В данной работе я рассматривала два параметра. Это распределение концентрации хлорофила и распределение показателя рассеянного назад взвешенными частицами. Данные для этой работы были получены на сайте OceanColor и составляют исследования начиная с 1998 и до 2017 года. Данные были усреднены за месяц на сетке 3х3 и на данном этапе были рассчитаны те параметры, которые нас интересовали. Они были рассчитаны по региональным алгоритмам, которые были разработаны в нашей лаборатории в Институте океанологии РАН. Далее строились таблицы, где рассчитывались коэффициенты корреляции. В первую очередь были учитаны уровни значимости, чтобы оценить корреляционные связи между параметрами, как внутри регионов, так и между регионами. Что касается показателя рассеяния назад взвешенными частицами, то была выявлена связь между северным и средним регионом. Причем эта связь была со сдвигом на месяц, то есть, как известно, северный регион находится под сильным влиянием речного стока. Прежде всего, это Волга. По-видимому, с речными водами речные воды попадают в северные регионы. По течению они доходят до обширенского полуострова и делятся на две части. Одна часть циркулирует в среднем регионе, а другая часть направляется дальше на юг. И именно в мае, по данным наблюдения, в мае происходит наибольшее количество стока вод. И, как выяснилось, со сдвигом они попадают в средние регионы, и этим объясняется достаточно высокая связь между данными параметрами. И еще мы можем заметить, что в среднем регионе показатели рассеянных зазвешенными частицами распределяются неравномерно по всему региону. Я уже говорила, что это объясняется прежде всего течениями, которые несут взвешенные частицы именно таким образом. И поэтому было интересно посмотреть, усиливается ли корреляция между северным регионом и частью среднего региона. То есть я условно разделила данный регион по 50-й меридиане и посмотрела, усиливается ли связь. То есть вот таким образом поделила регион. И связь действительно практически не изменилась в плане коэффициента корреляции, но она стала более точной, более достоверной, так скажем. Но появилось новое значение, то есть достаточно сильная связь в апреле. И я тоже предполагаю, что эту связь можно объяснить как раз-таки стоком Волги, потому что именно в апреле и начинается речной есток, и по-видимому воды достаточно быстро, ну в смысле увеличение речного стока, и перемещаются по морю. Также в работе были рассмотрены корреляционные связи между средним и южным регионом. И, ну как мы видели, что достаточно большое количество как взвешенного вещества, потом я и покажу концентрацию хлорофилла, именно в южном регионе. И течение идет так, что начало попадает из северного в южный, а из южного в северный. И было интересное влияние именно южного, то есть выявились корреляционными связями именно влияние южного региона на средний. И здесь были достаточно высокие значения влияния августовского хлорофилла на сентябрьский, и в октябре тоже были выявлены высокие корреляционные связи. И также было, после деления среднего региона на две части, тоже был проведен анализ, только если в случае с северным регионом я рассматривала влияние северного региона на вот эту условную западную часть, то здесь рассматривала влияние южного на вот условную восточную часть среднего региона. И выяснилось, что также уровень незначимости несколько улучился, но практически не было выявлено более устойчивых корреляционных связей. Таким образом можно сделать вывод, что южный регион, вода южного региона влияют на все среднее море и никак не влияют на какую-то определенную часть. Вот здесь показано на карте, как раз видно, что в августе начало цветения достаточно сильное, концентрация хлорофилла высокая, и в сентябре как раз она распространяется на средний регион. А в октябре концентрация и того, и другого приблизительно одинаковая. В общем-то на этом все, что я сегодня хотела вам рассказать. Спасибо за внимание. Так, поблагодарим докладчика. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Я думаю, что вот, как мы говорим, что написано. Количество зонтиков на улице. Да? Пропорционально ингредиентное связание. Количество грибов в их случае в сентябре. Пропорционально ингредиентное связание. Не могу нарисовать умение связи с теми и какими-то грибы. Дальше я издеваю надежды. У меня получается, как бы связь между зонтиками, выгрибаю. Это я означаю, что если больше, ухюженство будет больше грибы. Вопрос коррекционных взглядов, это понятно. Но влияние, мне кажется, это не совсем аккуратно. Это получается, потому что вы не смотрите влияние. В влияние, это чисто из-за этого. Тут же тем более еще красиво надо показать, чтобы вы подтверждали. Вот это вот еще одно, потому что там всего подскочено. Это коррекционные среды. Ну, да. Тогда вот просто будет, наверное, виднее, что это. Ну, хорошо, спасибо большое. Но я именно пыталась показать, что, например, сток Волги, он влияет все-таки. И не только на северный регион, который непосредственно втекает, но и на средний регион. Временных рядов. Да, хорошо, спасибо большое. Ну, это скорее мое такое деление, потому что я предполагала, точнее, не то, что я предположила, что именно влияет исток Волги, да, если я хочу объяснить именно не просто корреляции, да, а именно влияние, то, возможно, он влияет не на весь регион, а только на часть региона. Ну, с этим можно работать, потому что это достаточно условное деление, и там высокие значения, они именно близко к западному побережью, и, может быть, если еще меньше регион выбрать, то, может быть, больше получится корреляционные связи. А, может, и нет. Еще есть вопросы? Все мы решаем. Тогда у меня вопрос, только не философский, а чисто технический. Вы рассчитывали коэффициенты корреляции как, традиционно, по Пирсону? Ну, да. Предположение нормальности выборки? Да. Ну, вот я бы вам посоветовала перейти к непараметрическим коэффициентам по Спирмену или Кендалу. У вас выборки короткие, и распределение, скорее всего, отличается от нормального. Я не думаю, что это вам что-нибудь испортит, а, может быть, наоборот, сделает лучше. И да, показать временные ряды очень будет хорошо, наглядно и убедительно. Ну, все, есть еще вопросы? Нет? Спасибо тогда следующий. Спасибо большое.